Ну вот, и они в молодости гадали. Как там, знаешь, по-особенному ставили зеркала, самого человека не видно, но вот-вот лицо уже должно появиться. Вадим даже не заставляет себя делать вид, что ему интересно, о чем ему Ольга рассказывает. Вадим женат, и сейчас он навестил свою любовницу Ольгу, которую тешит надеждами, что когда-нибудь уйдет от жены, и Ольга станет его женой. И Ольга, в свою очередь, кормит себя иллюзиями, что сможет извлечь Вадима из его семьи. Это путь в никуда, так делать не надо никогда. Такого рода взаимоотношения обречены. Вот тут она говорит, я испугалась, свечи сбросила и выбежала вон из комнаты. И не было бы сейчас лишним выбежать вон из комнаты своих иллюзий и своих заблуждений. Если девушка или женщина надеется отобрать, значит, мужчину от его жены, извлечь его из его семейной системы, то в данном случае, скорее всего, этой женщине нужно не статьи читать о том, как это сделать, а лечиться пойти. Я говорю, бабушка, ну что ж ты глупая, выбежала, суженного бы увидела. Большим заблуждением является следующее убеждение, что источник любви находится в другом человеке. Нет, это не так. Источник любви в вас самому. И так и здесь. В Ольге нет любви. И она заклинает себя на страдания. И мы будем наблюдать это снова и снова. И будет создавать такие события в своей жизни, чтобы иметь возможность грустить и страдать в том числе. У нее даже подруги будут соответствующими. А необходимо помнить, что человек является средним арифметическим его окружением. Если в окружении Ольги есть две подруги, среди которых Лариса, разведенная и в одиночку воспитывающая сына, и Валя, воспитательница детского сада, которая постоянно выясняет отношения со своим женихом Александром, то, конечно, и неудивительно, что и в личной жизни Ольги есть проблемы. Здесь, конечно, мы сейчас не будем говорить о том, что более первично. Либо я бессознательно приглашаю в свою жизнь таких людей, которые со мною созвучны в моем мышлении и мотивах. Либо я становлюсь тем, на кого я смотрю и кто меня окружает. И действительно, о чем человек думает, тем он и становится. А человек думает о том, кто его окружает. И он начинает думать своим сознанием. Сознание — это со-знание. Сознание человека — это среднее арифметическое того, что протекает в головном мозге, можно сказать, у окружения этого человека. Его стая. О подругах Ольги, о Ларисе и о Вале мы чуть позже основательно будем говорить. Уже уходишь? Конечно, уходит. Баллоны свои опорожнил. Иных мотивов пребывать здесь нет. Наверняка еще заставляет себя не проявлять свое пренебрежение по отношению к Ольге. Отвернулся к ней спиной, делает вид, что его не раздражает то, о чем ему Ольга здесь рассказывает. Конечно, уходит. Люди относятся к Ольге именно так, как она их просит по отношению к себе себя вести. И вообще, это интересное правило, что люди и в моей субъективной реальности, в моем пузыре реальности по отношению ко мне ведут себя именно так, как я прошу их по отношению ко мне себя вести. Вне зависимости от того, отдаю в этом я себе отчет, сознательный или нет. Ты сама проснешься? Или тебе позвонить? Вадим не отвечает напрямую на вопрос, ты уже уходишь? Он не говорит, да, я уже ухожу. Или он не говорит, нет, я еще не ухожу, оделся, давай чай попьем. Он задает встречный вопрос, не отвечая на вопрос Ольги, потому что ему как-то неловко и ей, и самому себе признаваться в том, что Ольга для него лишь мясо. И еще очень важный момент, который необходимо понимать. Если женщина встречается с женатым мужчиной, надеясь на что-то большее, это путь в никуда. Если мужчина встречается с замужней женщиной, надеясь на что-то большее, это точно он думает не мозгами, а киселем в своей черепной коробке. Встречаться и создавать отношения можно исключительно с человеком, который не находится в отношениях. И еще важный момент, если вы задаете человеку другому вопрос, а он пытается сместить фокус вашего внимания, уклоняясь от прямого ответа и задает встречный вопрос, особенно в измерении взаимоотношений трогательных, как здесь, то имейте в виду, что это достаточно красноречивый знак, что для другого человека вы средство, что к вашему внутреннему миру он безразличен, что ему чуть более чем все равно, что вы чувствуете. Как и здесь, он не говорит, ухожу или не ухожу. Он задает встречный вопрос, пытаясь таким образом сместить фокус внимания Оли. Это кто ж тебя разбудит? Один надежный товарищ. Это что за надежный товарищ? Ты знаешь, какой я в гневе? Какой еще может быть товарищ? Ну, конечно, будильник. Этот брачный ритуальный танец здесь в виде приступа ревности, пусть даже шуточный, это как вишенка на торте их полового акта. То есть таким образом им кажется, что какие у них близкие взаимоотношения, но каждый из них бессознательно понимает, что если один час вдвое суток они еще более-менее друг друга терпят, то если они будут пребывать вместе большее количество времени, то начнут друг друга ненавидеть. Как взаимоотношения начинают свое формирование, так эта система закрепляется и в дальнейшем стремится к своему равновесию. Зачастую годами любовь на расстоянии по переписке, можно сказать здесь, вызывает бессознательное желание у каждого из ее участников делать все для того, чтобы не встречаться никогда. Создавать такую цепь случайностей, сложностей и препятствий, чтобы любить образ друг друга, но физически и по-настоящему друг друга не видеть никогда. И поэтому и здесь, учитывая, что они достаточно длительное время уже играют в любовничков здесь, то они будут делать все для того, чтобы продолжать и дальше играть в эту игру. Вадим не уйдет от жены, Ольга не уйдет от Вадима. Ей нравится чувствовать себя в гневе иногда, злой иногда, обиженный иногда. Чувство несправедливости переживать ей тоже нравится, она к этому привыкла. Это уже естественный рацион и желаемый для утоления ее сенсорного голода, можно сказать здесь, для подтверждения ее убеждений, можно сказать здесь. И поэтому она будет делать все для того, чтобы так продолжалось и дальше всегда, как и Вадим в свою очередь. Они могут тешить себя иллюзиями сейчас, что когда-нибудь они будут по-настоящему вместе и вся жизнь будет у их ног. Но нет, это не будет никогда. Что происходит, то и является целью. Для каждого из них целью являются именно такие взаимоотношения, какие они и есть сейчас. Если бы они себе смело в этом признались, то тогда, конечно, не было бы и фильма, и драмы, и трогательной истории о разбитых сердцах. Но они сознательно думают, что хотят одно, а по факту-то хотят совсем другое. А что человек хочет по факту, как ему это понять? Да надо по сторонам просто оглядеться, внутрь себя присмотреться. Как я сейчас живу, так и является целью для меня. А что в голове? Да какая разница? Человеку может нравиться, что ему плохо. Поэтому нравится ему это или нет вторично. Что происходит в его жизни, то и есть его цель. Об этом в том числе будет речь идти и здесь. И помните, с вами Альберт Сафин. Я выношу на поверхность ряд гипотез. Если хотя бы одна из них будет для вас полезной, в особенности в долгосрочной перспективе, это будет для меня большой наградой. Поэтому достаем ваши конспекты, если вы фиксируете какие-то идеи для себя. И поехали. Ну все, иди. Ну уходи, ну иди. Уходи, 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 уходи. Уходи, уходи, уходи. Не тешить себя иллюзиями и думать о том, а что он выбирает вместо этого. Какое желаемое будущее он выбирает для себя построить. Что он выбирает для этого делать. Что он выбирает делать перестать в конце концов и делать начинать. Факт настоящего в жизни человека предопределен его видением его будущего. Как и здесь, Ольга наверняка и в своих планах о своем будущем и представляет себя продолжать и дальше быть. Одинокой матерью-одиночкой, по отношению к которой мир несправедлив, а мужчины ею пользуются и ее бросают. И поэтому этому виденью себя в будущем она и порождает настоящее. Сын Антон, которому 5 лет, вы сейчас видите его на экране, уже уснул. Наверняка, когда пришел Вадим, Антон еще не спал. Вадим, может быть, даже заставил себя улыбнуться этому малышу. Может быть, с ним там в домино поиграл или в картишки одну партейку разложил. Но, в общем, в чем важная тема? Чему обучается здесь Антон? И какой сам он пузырь реальности по умолчанию бессознательно будет стремиться воспроизводить, когда будет покидать детство свое и произрастать? Он будет по умолчанию стремиться воспроизводить примерно точно такие же взаимоотношения, свидетелем которых он является сейчас. У него не вырисовывается на внутренней стенке черепа модель родительской семьи, где взаимодействуют друг с другом его мама и папа. И, скорее всего, он точно так же, как и Вадим, будет, когда подрастет, навещать какую-нибудь мать-одиночку, тешить ее иллюзиями и воспроизводить тот же самый пузырь реальности, по рождением которого является и он сам. Это важно учитывать. По умолчанию человек стремится, когда вырастает, создавать тот же самый пузырь реальности, по рождением которого является он сам. Имейте это в виду. Конечно, это не является проклятием на всю жизнь. Это по умолчанию так. Каждый человек способен над этим работать. Только не каждому это надо. И, как правило, человек вообще в этом не отдает себе отчет. Он может потом, например, переступив через порог совершеннолетия, или когда ему уже 20 лет и 25 лет, и говорить себе о том, как он не хочет, чтобы его дети переживали то же самое, что когда-то пережил он. Но карты будут складываться в его жизни именно так, что чем сильнее он пытается от чего-то убежать, тем это нечто быстрее лавиной его догоняет в виде случайностей и совпадений, которые он сам и порождает. Это очень важная тема. Если человек не решает свои проблемы психологического характера, не следит за своим здоровьем, психическим в том числе, не наводит порядок в своей жизни, то ему что в лоб, что по лбу маневры воспитания. Воспитай себя, дружок. И уже потом и дети твои, они по умолчанию, списывают с тебя и впитывают ту модель мира, которую они наблюдают. А если малыш не видел, будучи ребенком, модели взаимоотношений его родителям друг с другом, то что ему делать тогда? Он же словно без спасательного круга и без умения плавать окажется в центре бездонного океана. Это так можно представить. То есть мы видим, как, в свою очередь, и Ольга наверняка, будучи точно такой же, только девочкой впитывала в себя страдания своей матери. Так и здесь и Антон. Совсем скоро у Антона будет шанс поменять свое детство, когда он познакомится с заботливым Гербертом. Но ведь Оля запретит своему сыну жить иначе, чем всегда жила она, ее мать и матери ее матерей. Поэтому она сделает все для того, чтобы в окружении Антона такого, как Герберт, не было. А то будет риск, что передача сценария не произойдет. Поломанный светильник – это как метафора поломанной души Ольги, можно сказать здесь. Как вы думаете, хочет ли она, чтобы светильник ей починили? Конечно, нет. Кроме того, она в большей степени будет опасаться именно того, кто светильник ей этот починит. Когда человек страдает, например, он начинает потом заботиться о своем страдании и делать все для того, чтобы продолжать и дальше страдать, потому что ничего другого не умеет делать. Несчастливый человек не знает, что такое счастье. Счастливый человек не знает, что такое несчастье. И еще помните, чем дольше в определенном состоянии своем, эмоциональном состоянии сознания своего с точки зрения своих убеждений, например, пребывает человек, тем сложнее в дальнейшем ему будет вырваться из этой гравитации, вне зависимости от того, нравилось это человеку или нет. Поэтому, когда перед Ольгой откроются некие двери возможного иного будущего, она делает все для того, чтобы через порог этой открытой двери не переступить, а оставаться дальше у этого поломанного светильника. Какая разница, что сын спит, пятилетний, в соседней комнате? Пусть помучается, может быть проснется от громкого звука этого ревящего телефона. Не спеши трубку поднять здесь Ольга, а даже подождет, когда будет третий громкий звонок. То есть эта маленькая деталь является показательной и в дальнейшем, когда мы будем наблюдать сцену пробуждения, когда Ольга будет будить своего сына, мы будем видеть, какой объем нелюбви она будет вываливать на хрупкие плечи своего сына. Сейчас эта маленькая деталь в виде громкого рева треекратного звонка, а потом будут детали другие. Алло? Альгунька, ау, ты одна? Да. Подруги вызванивают Ольгу, потому что на смотр пришли мужчины. Тогда поднимайся к нам. У нас такие люди. Ау, мой хороший. А ты поднимаешься? Валюшка, я уже вся мытая. Тебе это очень идет. Все ужасно. Жаль за тебя есть. Если другой человек, получив ваш отказ, продолжает вас уговаривать и клянчить, и в результате вы соглашаетесь, то вы обучаете других людей следующему. Ваши отказы ничего не стоят, нужно продолжать и дальше уговаривать, и рано или поздно вы сдадитесь. Поэтому так делать не надо. Нет, это значит нет. Да, это значит да. Поэтому важно, во-первых, и тренировать свою способность говорить уверенно и нет. Но это не в случае с Ольгой. Она таким образом, может быть, набивает себе цену, чтобы словно одолжение делать подругам. Смотрите, я к вам пришла. Ну кто это все? Исключительно замечательные люди. Ты их не знаешь. Лариска уже спускается. Лариска уже спускается. Лариса, бухгалтер автобазы, также разведенная и в одиночку воспитывающая сына. Смотрите, как они спускаются быстро, чуть ли не запыхаясь. Не хватает им воздуха от их спешки. Так хотят. Но когда они будут рядом с этими мужчинами, которые ждут их дома у Вали, то будут сидеть с таким видом, будто их заставили силой сюда прийти, будто им ничего не надо. А рядом с ними не мужчины, а мусор какой-то, который не заслуживает, чтобы такие прекрасные особы, как Лариса и Ольга, там пребывали. Здесь для нее потрясающий вариант. Я, что прочим, только что развелся, ты поняла? Здесь для нее потрясающий вариант. Только что развелся, ты поняла? Речь идет о Герберте. Смотрите, он только что развелся. То есть он готов вступать во взаимоотношения новые, только завершив предыдущие. То есть это, можно сказать, критерий здоровья здесь. Он не кочует из одних в другие в поисках соломинки, чтобы за нее держаться. Кстати, эта песня совсем скоро будет ежедневно играть в доме у Ольги. И наверняка многие года до настоящего момента играла. Так вот, и то, что Герберт завершил прошлые взаимоотношения и готов вступать в новые, а это признак здоровья здесь, помните, это важный момент, то, конечно, этот момент будет отпугивать Ольгу, потому что ей нужен признак нездоровья. Когда мужчина ходит налево, когда у него есть любовница, он является женатым, и она на это летит, как на мед пчела, можно сказать здесь. Если бы Герберт был бы в каких-то взаимоотношениях, у него была бы проблемная, полна драмы жизнь, то у него была бы большая вероятность зацепить внимание на себе Ольги, потому что Ольге нужны проблемные люди. Травма притягивается к травме. Поняла. Поняла. Еще вариант, Ольга могла спуститься, чтобы поддержать свою подругу в кавычках, чтобы дать возможность подруге познакомиться с Гербертом, чтобы у нее все было хорошо. Смотрите, очень важный момент вот в чем заключается. Ни о какой счастливой личной жизни Ольги не может идти речи, пока ее подругами и значимыми людьми в ее окружении является такая же мать-одиночка Лариса и Валя, которую бьет муж. Потому что и Лариса, и Валя, они микродвижениями, скрытыми смыслами и внушениями и бессознательно в первую очередь будут делать все для того, чтобы Ольга не открыла свою дверь к счастливой личной жизни. И мы это будем наблюдать. Как они будут косвенными внушениями, гравитацией держать Ольгу поближе к себе и не позволять ей от себя отличаться. Имейте в виду, представьте утренний стол, за которым пьют кофе юные молодые мадемуазель и обсуждают друг с другом, у кого жизнь хуже. И представьте, что если к ним присоединится женщина, у которой порядок в личной жизни, да эти страдалицы, они выгонят ее с палками. Вы что думаете? Они будут спрашивать у нее опыт, которым она может поделиться, наблюдения, какие-то, может быть, мысли на предмет личной жизни. Нет, они скажут, вот она дура, ей повезло просто-напросто, ничего в жизни не понимает. И они ее выгонят. Подобное к подобному. Это надо учитывать. Поэтому пока у Ольги в значимых людях, ее подруги, вместо личной жизни с разбитым корытом, то разбитая корыта будет и у Ольги. Поэтому оглянитесь по сторонам. Вы тот, кто вас окружает. Имейте это в виду. Лично я на одну минуточку. Садов. Ага. Что там за люди? Не знаю. Лично я на одну минуточку. Говорит здесь Лариса и в то же время смотрит, а достаточно ли хорошо я выгляжу. Поправляет у себя прическу. Немножко поясок тоже поправляет. Лично я на одну минуточку. Мне там вообще ничего не надо. Ладно, так уж и быть, я туда пойду. И в то же время смотрит в зеркале, как она выглядит и интересуется. А что там за люди? То есть смотрите, как себя здесь настраивает Лариса, чтобы казаться, а не быть. Я такая ценная. И вам повезло, что у вас есть возможность вообще со мною общаться. Неудивительно, что она и разведенная, и одинокая, и одна воспитывает своего сына. Неудивительно. Если хочешь с мужчиной познакомиться, выдели время, тренируй свое желание, настройся на этот момент. Это важно. Если не хочешь, то сидела бы дома в конце концов. А то ни одно, ни другое, ни уму, ни сердцу. С одной стороны, на минуточку, мне там ничего не надо, так уж и быть, заставили пойду. А с другой стороны, прихорашивается, в зеркальце смотрит. То есть смотрите, насколько не сонаправленными являются вот эти импульсы того, что она думает о себе, и того, что она делает. И получается, при сложении этих разнонаправленных векторов, получается ноль в результате. Очень важно делать между собою сонаправленными. То, что вы думаете, то, что вы чувствуете, то, что вы говорите, то, что вы делаете, и события, которые вы создаете, будьте к этому внимательными. Это ваша цельность. И в то же время Ольга прихорошилась, макияж навела, каблучки надела и пошла. И будет такой ведь делать, что ей ничего не надо. Тоже видите, насколько разнонаправленными являются вот эти вектора. Если ничего не надо, то и не пошли бы. А если надо, то не надо корчить из себя непонятно кого. Таких ценных особ. И весь мир должен быть у их ног, потому что они соизволили на этаж подняться или на этаж спуститься. Как правило, чем меньше человек из себя представляет, тем больше он из себя корчит. Ладно, другие, может быть, поймут это и будут сторониться такого обывателя. Но самое коварное, что таким образом сам этот человек копает себе яму, заклиная себя страдать. И никто другой не заставит его это делать перестать. Вы не сможете заставить других людей страдать перестать. Это дверь, которая может быть открыта только изнутри. Говорят, исключительно замечательные. Да? А я не причесываю. А-а-а! И здесь мы наблюдаем трех мужчин. Слева, который снизу, это Александр, который является мужем Валли, который ее поколачивает. Это единственное, что их объединяет. Он играет в преследователя. Валя в жертву. Обращается к Ларисе как к спасателю. Потом происходит переключение ролей, которые мы будем наблюдать здесь. Когда ломится в закрытую дверь, будет Александр. Сломает себе какой-нибудь орган. Начнет от боли кричать. И Валя начнет его жалеть со своим фингалом под глазом. То есть их объединяет игра в этот драматический треугольник. Преследователь, спасатель и жертва. Он явно здесь и красноречиво будет показан. По центру Вениамин, которому 36 лет. Он никогда не был женат. До сих пор живет с мамой. И имеет о семейной жизни фантастические детские представления. И о нем мы тоже затронем чуть дальше. Ну а раз 36 лет до настоящего момента он проживал под теплой подмышкой своей матери, которая не отпускала его, и он не отпустил ее, то скорее всего к семейной жизни, к взрослению, к этой сепарации он раз уже не произвел ее, то скорее всего и в дальнейшем ничего не поменяется. И будет до смерти своей мамы с нею проживать или сам раньше в мир иной отойдет. Хотя он сознательно думает, что готов к семейной жизни, к самостоятельной и прочее. Нет, уже за 36 лет наверняка у него ампутирована способность самостоятельно жизнь свою порождать. И запроса даже такого что-то менять в своей жизни у него и не было, и не будет, скорее всего. И справа мы видим здесь Герберта, который развелся, завершил прошлые взаимоотношения, живет в порядке, занимается своим делом, его достойно зарабатывает в том числе, да и вообще завидный жених здесь. И будем наблюдать их взаимодействие друг с другом здесь. Сначала Герберт будет здесь пытаться приударить за Ларисой, потом переключится на Ольгу. Она будет более для него симпатичной. Значит так, справа от нас, которая тоже очень красивая, девушка Лариса. Павловна. Если Лариса сюда пришла, значит у нее есть запрос на развитие своей личной жизни, на приглашение мужчину в свою жизнь. Она же пришла, она могла не приходить. Но смотрите, какой объем работы ей будет необходимо выполнить над собой, чтобы не отпугивать этих мужчин от себя. И даже не этих мужчин от себя не отпугивать, а вообще мужчин в целом. С какое пренебрежение она здесь демонстрирует и обесценивание даже, типа, ну что, дурачки, давайте докажите мне, что вы заслуживаете моего внимания. Интересно, в каком холоде воспитывает она одна своего сына и какое будущее может его ждать. Герберт не пытается пускать пыль в глаза и говорит, ни в каком городе сейчас не работаю. То есть он не стесняется признаться в своей уязвимости. Здесь же словно на понт его берут, как будто бы ожидают, что он скажет, «Я работаю в столице всех стран и во всех столицах, и вообще от меня зависит этот весь мир». Но он не требует от себя необходимости казаться тем, кем он не является. И говорит здесь, спокойно выдерживая зрительный контакт и с небольшой стеснительной улыбкой, что, если честно, ни в каком городе сейчас не работаю. То есть это очень важно наблюдать за тем, а способен ли человек признаться в том, что есть в его жизни, и не пытаться выйти сухим из воды, казаться суперкрасавчиком, пускать пыль в глаза. Вот эти признаки все человека, который непригоден, скорее всего, для создания взаимоотношений, на старте можно наблюдать. Чем больше человек пытается пустить пыль в глаза, тем больше проблем можно ожидать в дальнейшем, с ним связавшись. Все, построенное на обмане, любые взаимоотношения, построенные на обмане – это путь в никуда, к страданиям, к разбитому корыту. Поэтому важно на старте всегда проговаривать и делать известным особенности своей жизни. Значит, Герберт Мартыныч у нас дипломат, так? С одной стороны, кажется, сейчас Лариса одаривает теплом Герберта. Вы дипломат, так? Но не обольщайтесь, мои дорогие. Она одаривает Герберта теплом, чтобы на фоне этого тепла посильнее попытаться уязвить Александра, потому что ее раздражает. Она мать-одиночка, Ольга мать-одиночка. Почему, значит, Валя не одиночка? Она тоже должна быть одиночкой, чтобы им втроем хором было бы легче плакать. Ну а ты, Сашка? Чего? Чего-чего? Чего ты не дипломат, спрашиваю? Вы же в одном институте учились. Чуть-чуть. Насколько сильно Лариса ненавидит всех вокруг. И подруг своих она ненавидит, но заставляет себя их терпеть, чтобы от одиночества с кукухи не съехать. И мужчин этих она ненавидит тоже. Ее едой кормить не надо. Ей дай возможность обесценивать других. Если ей не о чем говорить больше, то у нее хотя бы есть возможность обесценивать Александра. А ты чего не дипломат, а? Смотри, какой у тебя дружок успешный. Ты же в этом же самом институте учился. И вот посмотри, кем стал. Ну-ка давай оправдывайся передо мной. Конечно, при начале диалога таким образом не было бы лишним. Ладно, Лариса, вижу ты не в духе. Давай тогда пока выходи из моего дома. То есть это важно учитывать, а кого вы приглашаете в свою жизнь. Границы надо держать. Не позволяйте никому вас обесценивать. Потому что это коварное обесценивание может вызвать в вас утрату веры в себя. Любой человек, который оказался на самом дне, оказался там в том числе потому, что его обесценивали вокруг. Потому что Сашенька ушел в большой спорт. Сашенька ответить сам не может. И вот впрягается за него его жена Валя. И вот здесь мы видим этот треугольничек, который в дальнейшем будет превращаться и в игру алкоголик, и в игру ударь меня и прочее. До насилия физического в семье он будет развиваться. У них этот треугольник. Как и здесь есть Лариса преследователь. Жертвой видит Александра Валя. И Валя впрягается спасателем. Да, треугольничек, где есть маленький, это лишь вопрос времени, он там станет большим. И мы не сможем не заметить, мы увидим Фингал под глазом у Вали. Видите ли, девушки, в области высшего образования бывают большие неожиданности. Мы действительно втроем учились вместе. Вениамин, научный человек. Особенно женщинам. А вы жалеете женщин, да? И надеяться не на кого, кроме как на себя. Ну так, я и есть семья. Я и мой ребенок. Я вот, слава богу, живу третий год одна. Я только сейчас поняла, что такое настоящее счастье. Прекрасное, грустное, Валя. Она тоже свое отрубила. И теперь красивая, свободная женщина. Во-первых, не имеет никакого значения, что другой человек говорит. Он может нести всякую дичь. Красноречивым является то, как другой человек живет. Какой мир его окружает, который он сам и конструирует ежедневно, день ото дня. Человек не может обучить другого тому, как он сам не живет. Мы можем обучить другого только тому, как мы сами живем. И кроме того, этот процесс не может не протекать. Я превращаюсь в тех людей, которые меня окружают зачастую. Как и здесь. Смотрите, как Лариса борется за то, чтобы у Оли всегда была вместо личной жизни разбитая корыта. Как она здесь внушает в Олю свои убеждения. И Оля принимает их и впитывает их согласием. И дальше мы это будем еще более явно наблюдать. Важный еще момент вот в чем. Смотрите, в каком облаке метафор живет Лариса. Для нее взаимоотношения – это пытка. Если у нее эти отношения оказались пыткой. И благодаря ее участию в том числе. Потому что любые отношения – это вклад, который совершают обе стороны. Это хлопок двух ладоней. Отношения – это звук от хлопка двух ладоней. Одна ладонь хлопнуть не может. Как метафору можно отношения представлять здесь. Это вклад всегда двух сторон. Смотрите, если у Ларисы взаимоотношения не задались и оказались какими-то, может, трагическими, некомфортными для нее. То она считает, что у всех так. То есть для нее отношения – это пытка. И наверняка убеждение о том, что отношения пытка у нее было сформировано до старта этих отношений. И поэтому она и создавала такие взаимоотношения со своим когда-то, судя по всему, или мужем, или залетным. Непонятно, да, был у нее муж или нет. Или резко забеременела непонятно где, значит, во дворе. И учитывая, какие у нее убеждения были, этим убеждением она и нашла свои подтверждения. Отношения – это пытка. Все мужики – козлы. Их надо только ненавидеть. Они ничего делать не умеют. Они создают только несчастье в жизни. И смотрите, как она косвенно то же самое внушает и Вольгу. Своё она отрубила. Видите? То есть отношения – это пытка. Своё она отрубила. И теперь может жить спокойно после того, как эти пытки вынесла. Но почему отношения – это пытка? Отношения – это радость. Это работа над собой. Это вклад в своего партнера. Это всегда танец на двоих. И это мост в будущее из настоящего. И это радость в сегодняшнем моменте. И радость в будущем моменте. И это превращение жизни в радость и в заботу друг о друге. Это совершенно другое, может быть, облако метафор. Но и Ларису можно понять. Может быть, ей самой ее мать внушала с детства. Может быть, мать Ларисы точно такая же мать-одиночка, как и Лариса сейчас. И с детства мама Ларисе внушала, какой ее папа плохой, значит, где-то на дискотеке зажал в углу, а потом исчез, значит, наобещав светлое будущее и пропал. Поэтому никому, Лариса, доверять нельзя. Все мужики – сволочи. Опасайся и убегай от них. Вот и Лариса и проговаривает эти убеждения. То есть не она говорит эти убеждения. Эти убеждения говорят себя ее ртом, ее мозгами, ее телом, ее жизнью. Поэтому важно не только думать, но и думать над тем, о чем я думать выбираю. То есть здесь можно наблюдать, как косвенно этими тонкими нитями происходят внушения друг в друга. И как Лариса заклинает и Олю, и Валю быть такими же, как она. Потому что здесь Лариса как бы авторитет. Она, видимо, и постарше, и покрепче, и покрикливее, и потоксичнее. Если в вашем окружении, например, матери-одиночки, то не удивляйтесь, что и вы такой рискуете стать. И чем больше их в вашем окружении, тем быстрее этот процесс будет происходить. Это очень важно. Человек – существо стайное. И стая не может не влиять на этого человека. И человек становится именно таким, какова его стая. И поэтому неудивительно, может быть, Ольга и стала одинокой, потому что когда-то сама Лариса стала матерью-одиночкой. Может быть, они дружили еще, когда Оля была замужем. И неудивительно, когда постоянно Лариса капала. А ты смотри, какой у тебя муженек мог и получше быть. А сам какой он плохой. Ты же заслуживаешь лучшего. И прочие внушения неокейности, и что ее муж не в порядке, может быть, и привели к тому, что Оля осталась одна воспитывать своего ребенка. К сожалению. Это надо учитывать. Вы становитесь в будущем тем, кто вас окружает сейчас. Это интересная идея. Сама себе хозяйка. Верно, Оль. Постой, пожалуйста, на стойку. И смотрите, как Лариса пытается показать себя здесь сильной и независимой женщиной. Одинокой матерью-одиночкой. Такая сильная и независимая. И ей ничего не надо. И мужчины для нее это пустое место и мусор. Но помните, буквально несколько мгновений назад, когда Лариса смотрелась в зеркало и думала, а достаточно ли она хорошо выглядит? А что там за ребята пришли? Интересно, насколько они перспективные? Интересно, а поясок я хорошо затянула, чтобы казаться постройнее? А как мой каблучок не надломился ли? То есть смотрите, какой рассинхрон мы можем здесь наблюдать. И какой хаос в душе у Ларисы. И вы знаете, к сожалению, с возрастом не приходит мудрость. Как правило, с возрастом приходит только старость и более глубокие морщины. И зачастую человек, уверенный в своем невежестве, не понимая, что он не знает, что он не знает, отправляется скорым шагом в гроб свой, обогащать жизнь червей своим телом. И еще важный момент. Да, вот такая Ольга, сильная, независимая, счастливая женщина, умеет сама делать в своей жизни и знать, что ей надо. Правильно, Ольга? Ну-ка возьми мою тарелку и поставь ее вот туда. То есть Лариса интересный персонаж. Когда Лариса говорит одно, чтобы ее речи были ближе к тому, как обстоят дела на самом деле, надо переворачивать в точности наоборот. Сама себе хозяйка. Верно, Ольга, поставь, пожалуйста, на стол. Не знаю, лучше ли, когда сама себе хозяйка, и хорошо ли, когда свобода. Наверное, все-таки нужно, чтобы было кому поплакаться. Ты что, обалдела, что ли, ренегатка? И здесь мы можем наблюдать дрессировку и насилие психологическое в чистом виде. Когда пляшет под дудку Ларисы Оля. Оля лучшая подруга и об Оле Лариса заботится. Ты такая хорошая и улыбается. Когда Оля говорит хоть что-нибудь, что не вписывается в картину мира Ларисы, то вы видите, какую реакцию можно здесь наблюдать. Ларисы такие опасные люди. Чем меньше таких будет в вашем окружении, тем счастливее вы будете. Мало того, что Лариса здесь это образ собирательный, необходимо в себе такую Ларису находить и плавно выбирать попрощаться с такими проявлениями в себе и с таким насилием. И кроме того, жизнь слишком короткая штука, чтобы заставлять себя рядом с собой, таких Ларис, быть. Именно, может быть, жизнь Оли складывалась бы иначе, если бы в ее стае не было такого источника негативных внушений. Если людей ничего больше не объединяет, то хотя бы иметь возможность друг на друга орать, друг друга обвинять, оставлять друг на друга ссадины и прочее, зачастую это единственное, что может их объединять. Как и здесь Александр и Валя, исполняют свой привычный для них ритуальный танец, когда особенно зрителей есть, особенно ярко есть возможность это исполнить. Если бы зрителей не было, может быть, в том числе для этого зрителей и пригласили они, чтобы большее удовольствие от своей ссоры на глазах у других получить. Это мы будущую счастливую семейную жизнь репетируем. Одну минутку. И отличная возможность для Ларисы использовать эти крики и эту сцену, чтобы в очередной раз внушить Оле, что ужас ее ждет, если только она подумает о возможности семейной жизни. Потому что в картине мира у Ларисы семейная жизнь равно ад. И самое коварное, что в чем бы человек ни был уверен, он всегда будет этому находить подтверждение. И что бы ни происходило извне, он всегда это впишет в то, чтобы найти подтверждение. Я же говорил, что это именно так. До свидания. Я слушаю. Когда ехал? Извините, молодой человек, вы очередной ошиблись в номере. Оля звонит Вадиму. Смотрите, важный момент. Вадим делает вид, что кто-то ошибся номером. То есть, это у них такая интрига, игра, чтобы Вадиму жена не запалила. А когда они будут вместе проживать, давайте представим гипотетически, у них тогда не будет возможности играть в таких скрытных детективов. А ведь в этом и заключается выигрыш, чтобы иметь возможность скрываться. А когда будет все на виду на поверхности, скрываться возможности не будет. Вы начинаете понимать сейчас, насколько сильно будут стремиться и Ольга, и Вадим, даже если они этого не осознают, делать все для того, чтобы не быть вместе длительный период времени. Никуда Вадим из своей семьи не уйдет. И никогда Ольга, даже если Вадим перед ней окажется, она даже не захочет его в качестве мужа, например, или в качестве человека с открытыми, длительными взаимоотношениями. Потому что не будет возможности вот так звонить, вот так играть, вот так притворяться и вот так скрываться. В этом и есть выигрыш в том, чтобы скрываться. А когда скрываться будет невозможно, не будет интересно. Чем больше человек хочет скрываться, чем больше удовольствия он получает от этого сердцебиения, от этих скрываний, тем скорее ему необходимо признаться себе, что на самом деле он и хочет продолжать и дальше скрываться. И он больше всего на свете боится, когда получит желаемое, потому что желаемым являются эти телефонные звонки, скрываться и делать вид, что ничего не происходит на работе. Они с Вадимом и на работе будут встречаться. И чтобы жена ничего у Вадима не узнала. В этом и заключается у них выигрыш. А если у них отношения будут открытыми, то не будет интересно. Поэтому здесь необходимо либо признаться самому себе, что мне нравится скрываться, в этом и есть игра, которая меня интересует, либо, например, начинать работать над собой, чтобы отказаться от этих отношений. Потому что эти отношения идут в никуда. Если Оля в действительности готова принять решение, чтобы строить семью, то в данном случае Вадим это точно человек, с кем это сделать не получится. Ни при каких данных. И Вадима, в свою очередь, не столько интересует Ольга, а как использование Ольги как средство, как инструмента, чтобы скрываться от своей жены. Здесь необходим системный подход. То есть, смотрите, не сам человек, здесь не является человек целью для другого. Здесь они друг для друга лишь средство. Вадим предоставляет Ольге возможность мечтать о возможном будущем и надеяться, что все когда-нибудь поменяется. А Ольга дает возможность Вадиму чувствовать, что он обманывает свою жену, обводит ее вокруг пальца и играет в такого преступника, который втихаря делает что-то неправильное и не хочет, чтобы его поймали. Но, конечно, все все понимают и мирно сопящая жена Вадима в соседней комнате знает, с кем Вадим разговаривает. Все все видят. Могут делать вид, что не видят или не хотят видеть, а так-то все все видят. Держи меня, соломинка, держи. Держи меня, соломинка, держи. Судя по всему, это любимая песня у Ольги, потому что она многократно будет включать эту песню. И вы наверняка знаете, что песни, как и любой слой культуры, не отражают действительность, а программируют действительность. И, конечно, здесь, вслушиваясь в текст этой песни, а нельзя в текст этой песни не вслушиваться, соответствующим образом Ольга и программирует и себя. Держи меня, соломинка, держи. Даже эта фраза подразумевает, что вокруг меня шторма, ужас, все плохо, я такая бедняжка, и у меня есть надежда уцепиться, только схватившись за соломинку. То есть песня своим текстом внушает проблемы в Ольгу, дефицит и несчастливую жизнь, где есть необходимость за соломинку держаться. Эй! Зверь-бундук! Вставай! Сына с малых лет она приучает расти в нелюбви. Представьте, как она его будет. Ему пять лет. Помните об этом? Стуком по стене. Вставай! Стуком по стене. Да я даже здесь, просматривая эту часть, зная, что она будет стучать по стене, немножко испугался. А представьте, каким кошмаром является это для малыша. Мама стучит по стене. Вставай, бурундук! Давай, напяливай. Давай, напяливай, говорит она, и пробрасывает ему колготки. Тоже важный момент. Антошечка, миленький, вставай, давай, вставай. Давай, напяливай. И бросает ему колготки, как будто бы это не человек, а грязь какая-то из-под ногтей. Очень важная тема. В зависимости от того, к какому отношению малыш привык к себе с детства, какое отношение демонстрирует к малышу, его родители, значимые люди в его реальности, то такое же отношение он будет бессознательно требовать по отношению к себе и у других людей в дальнейшем. Это важно учитывать. Давай, давай, давай. Быстрее, напяливай. Если быстрее, то задом наперед. Если быстрее, то задом наперед. Я надену эти колготки. Смотрите, Антон соображает, рационально отвечает, что если быстро, то тогда задом наперед. Но важная тема вот в чем заключается. Чего ты заставляешь малыша быстрее собираться? Не было бы лишним раньше подняться и раньше Антона разбудить, чтобы большее время на сбор был. Но нет, есть же необходимость его торопить, колготки ему бросать, по стене стучать и жизнь его в кошмар превращать. Потому что, если у человека его жизнь является кошмаром и соплями со слезами, он будет делать все для того, чтобы жизнь окружающих была точно такой же. Он по умолчанию, своими запахами, внушениями, словами, интонациями будет заклинать и поведением. В том числе, жизнь других превращаться в такую же жизнь, какую из себя представляет она у него. А когда это беззащитный маленький ребенок, то тем более. И колготки бросила, и спешит, и торопит его, и приучает его не думать. Потому что давай быстрее надевай колготки и не отвечай мне здесь. Ничего. Когда опаздываешь, можно задом наперед. Когда опаздываешь, необходимо пылесос вставить себе в ухо, выкачать оттуда сопли, чтобы создать условия, чтобы начать соображать мозгами, и в дальнейшем не опаздывать, а делать все заранее. Пораньше проснуться, не спеша. Это удел рабов делать все в последний момент времени и спешить, потому что рабы привыкли бежать. И раб здесь это такое как бы внутреннее состояние. Длительный путь по выдавливанию из себя раба по капле начинается с того, что человек берет ответственность за свою жизнь на себя и перестает обвинять других в своих бедах, задачах и проблемах. Он говорит, я сам причина, следствие в своей жизни, я выбираю решать задачи, которые у меня есть, какие решения здесь я вижу и какие первые шаги я собираюсь выполнять, потому что я сам автор и хозяин своей жизни. Человек любит опаздывать, это дает ему возможность злиться, спешить, нервничать, переживать, а зачастую сложно у человека это его желание отобрать. И помните, выше я проговаривал, сложно заставить другого перестать страдать, практически невозможно и невозможно на все 100%, если у другого такого запроса нет, на свое качественное изменение. И здесь смотрите, как мамочка приучает своего сына к рабским привычкам делать все в последний момент времени, спешить и опаздывать. Вася по дороге на автобазу нас довезет. Вася по дороге на автобазу нас довезет, до садика в том числе. Это сейчас в дверь позвонил ребенок Ларисы, а Лариса кричит об этом из лифта. Смотрите, в картине мира Ларисы, если что-то ей от мужика надо, и он послушно делает то, что ей надо, она ему улыбается, называет его хорошим, спасибо даже выдавит из себя сквозь зубы. А если он не делает то, что ей надо, она его ненавидит, будет обесценивать и уничтожающим взглядом на него смотреть. Да, имейте ввиду, да, кстати, такая участь здесь водителя этого автомобиля и ожидает. Мы сейчас увидим, как в лице своем будет меняться Лариса, когда ей что-то надо. Чем меньше в вашей жизни людей, которые вам улыбаются и такие добрые и послушные, когда им что-то надо, и холодны к вам, когда им ничего от вас не надо, или когда вы не пляшете под их дудку, тем счастливее вы будете. Чем меньше таких людей, тем больше энергии, с одной стороны, и с другой стороны, в себе нужно это исключать. Такие проявления и такое восприятие другого человека, как средство достижения своих целей. Давай, давай, быстренько выходи. Давай, давай, быстренько выходи. Вот такое внушение того, что с тобой не в порядке, раз так медленно ходишь, делаешь все медленно, давай, давай, быстрее выходи. Ольга не лишает себя возможности лишний раз внушать своему сыну, что он плохой. Мой бывший звонил. Им пальто дут и финские завезли. Тебе нужно? Да, а какого цвета темные? Мой бывший звонил, говорит Лариса, о папе, ребенка, которого держит сейчас за руку своей левой рукой. И ребенок наматывает себе на ус, что он и тоже, когда подрастет, может для кого-то быть будущим, а для кого-то бывшим. Настрогать налево и направо детей и быть бывшим для их матерей. Это как малая метафора того, что человек сам невольно создает то, что он так ненавидит. Рыцарь всегда становится драконом, когда отрубил последнему голову. О, ну что, опять поссорились? С надеждой в голосе Лариса задает этот вопрос Вале, надеясь, что как можно скорее Вале присоединиться в компанию к Ларисе и Оле обиженных на мужчин женщин. Ну что, ты вернулся, прощения просил. Он какой-то сумасшедший. Смотрите. Сейчас будет очень важный момент. Он какой-то сумасшедший. Смотрите. И Валя показывает подругам своим ссадину на своей шее. То есть здесь уже есть рукоприкладство. И смотрите, с какой радостью она показывает эту ссадину. Она может быть и кончает не в постели, а в тот момент, когда ее Александр бьет. Почему она с такой радостью показывает ссадину подругам? Почему она не обращается, например, в правоохранительные органы? Почему она не позволяет себе попрощаться с этим мужчиной? Потому что, видимо, может ей нравятся эти ссадины. И смотрите, с какой радостью она говорит. Он потом подошел ко мне и прощения просил. Видимо, после того, как он заехал ей, к сожалению, по ее нежному телу. Жаль действительности. И его тоже жаль здесь. Нашли друг друга и друг другу жизнь таким образом уничтожают. И еще смотрите, важный момент. Прощение просил, как миленький. Помните, выше я говорил про треугольник в их взаимоотношениях. Он начинал кричать, где моя бутылка? Будучи трезвым, она запрещала ему бутылку эту взять, чтобы он выпил и была жертвой. Он, будучи преследователем, начинал еще на нее кричать. Она жертва. Он ее ударил, значит, в своих эмоциях. И ему стало стыдно за свое поведение. И он стал спасателем. Стал извиняться перед ней, прости пожалуйста меня за мой недуг. Сам алкоголизм и недуг здесь, они стали здесь преследователями, которые мешают ему жить нормально. И в данном случае он превращается в жертву. И в спасателем становится здесь Валя, который его утешает. Ладно, я могу тебе понять. И несет тапочки ему утром и бульон, чтобы он выпил их, потому что чувствует ужасное похмелье. Так это можно представить метафорично здесь. Итак, какие важные моменты? Это то, как она гордится своей ссадиной и говорит об этом с восхищением. То есть ртом она своим говорит не бей меня не надо. Они вербально ждет, чтобы получить эти погоны ссадин и показывать своим подругам смотрите какой он у меня неуправляемый зверь. Это меня так заводит. Ну в общем садо мазо никто не отменял. Жертва ищет и находит своего преследователя. Преследователь ищет и находит свою жертву. Садист находит своего мазохиста, а мазохист своего садиста. И так они могут десятилетия пребывать в своем симбиозе. Фу, как дура. Осторожнее. Нет никаких проблем в том, как сын Ларисы заходит в этот автомобиль, чтобы отправиться в детский сад. Но смотрите, как Лариса с детства приучает быть своего ребенка зависимым от себя, чтобы потом орать ему в ухо. Я же ради тебя старалась, я же всю жизнь ради тебя отдала, а ты такой, ты должен всю жизнь теперь быть со мной и обслуживать меня. То есть растит своего маленького слугу, который будет прикован к Ларисе, к своей мамочке титановой цепью. Он мог и сам зайти в этот автомобиль, но ей необходимо осторожно проявить таким образом свою насильную заботу, которая и не является заботой. Ей необходимо постоянно показывать своему сыну, что без нее он никуда не денется и никак без нее у него ничего не получится. Даже без нее он не смог в этот автомобиль залезть. Это как малая такая насильственная гиперопека, которую здесь мы можем наблюдать, как бы с ударами, зависимость формирующая. осторожнее. Потом такие дети вырастают и становятся бывшими и рожают таких же детей, оставляя своих детей и своих бывших жен или залетных подруг, подобное к подобному. Поэтому необходимо хотя бы в один момент времени прекратить это проклятие из поколения в поколение и воспитывать себя и работать над собой. И прежде чем замечать песчинку в глазу другого человека, вытащить бревно из своего. Дай тебе бог здоровья, Васечка, за мной не пропадет. Дедский сад сначала, что ли? Как всегда, желудка моя, как всегда. Как ласково запела Лариса, когда ей что-то надо. И какая она холодная, когда ей уже не надо. И, конечно, маленький малыш ее этому обучается. Дома наверняка он слышал из ее уст «Да там один есть дебил на работе, отвезет нас», слышал своими ушами ее ребенок дома. И потом здесь в автомобиле «Ты мой хороший, спасибо тебе, что ты нас довел». И вот этому лицемерию человек обучается. Поэтому в зависимости от того, в каких условиях человек и рожден, и воспитывался, это накладывает отпечаток очень большой в дальнейшем, какие события и отношения в своей жизни он будет порождать. и зачастую причина бед человеческих – это этот путь обмана. Васенька, поехали! На свои воду. Вчера пели эти женщины, что мужчины им не нужны, но у них все слова только о мужчинах, как и сейчас начинают запевать о том, а ты такой холодный, как айсберг в океане. Вообще жаль в действительности. Жаль. Трагический фильм близкий к реалиям жизни, и коварство заключается в том, что единственный материал, из которого человек может себя построить, это он сам. Но для этого он должен быть к этому готов, чтобы у него запрос был рожден, чтобы желание у него появилось над собой работать. Это уже более чем половина дела. Мошенник всегда оставляет следы, чтобы быть спаленным, чтобы его поймали. В этом его выигрыш зачастую и заключается. И поэтому здесь Оля и вырисовывает на капоте автомобиля Вадима привет. Но кто еще, как не любовница, будет это писать? Конечно, любовница. Чтобы таким образом следы после себя оставлять. и Вадим даже увидев это слово привет на капоте, может не соизволить его стереть, чтобы как бы заметить, как жена его заметила, но сделала вид, что ничего не заметила. То есть надо что здесь учитывать? Семейной системой здесь является именно Вадим и его жена, а такие как Оли, они приходят и уходят, уходят и приходят. Оля это лишь временный, грубо говоря, резервуар, куда спускает свой половой инстинкт Вадим и таким образом Оля берет на себя функции половых органов жены Вадима. И это не является проблемой самой по себе. Если бы это было понятно Оле и созвучно с ней, пожалуйста, живи как хочешь жить. Главное, чтобы это было в законе. А трагедия и коварство этого фильма именно в том, что Олю это не устраивает, но она сама создает именно такие отношения, которые ее не устраивают, потому что боится, что может быть иначе. Это дискомфорт и то, что ее это все не устраивает, это для нее привычно, это часть ее привычного мира. И она боится как огня возможности комфорта, счастья и гармонии. Валь, выходи за меня замуж. Меня Ольга зовут. Всю жизнь мечтала о семье. О каких мечтах о семье может идти речь, если в свои 36 лет на протяжении всей своей жизни он проживает со своей мамой. Если человек проживает со своей мамой, со своими родителями, то он все сильнее и сильнее укореняется в своей бытийности ребенка. Как и вы, например, если вы навещаете своих родителей, или если есть такая возможность, конечно, то имейте в виду, вы наверняка заметили, как вы обволакиваетесь тем старым своим внутренним состоянием, где стены вашего дома, где вы росли, прямо воскрешают в вас ту бытийность, где вы этот маленький ребенок и маленький человек. Если Вениамин рос и продолжает жить на протяжении своих 36 лет со своей мамой, то у него нет условий, в которых может формироваться его бытийность мужчины. Это просто ребенок в уже повзрослевшем и слегка постаревшем теле. Это надо учитывать. И такую злую шутку может сыграть с ним его мама, конечно, из самых позитивных намерений. И наверняка от одного его слова, что он пошел девушку проводить до дома или думает, например, съехать от мамы, мама на него смотрела точно так же, как Лариса совсем недавно смотрела на Олю. И, кстати, Вениамин это прекрасный пример того, каким может вырасти сын Ларисы. Важной составляющей развития человека является его самостоятельная жизнь, когда хозяйственную бытовую деятельность свою он ведет сам, когда он плавно начинает любить своих родителей или маму в случае Вениамина на расстоянии. Скорее всего, и Вениамин рос без папы. У него может не быть представлений о том, какое ролевое поведение может быть у мужчины и у женщины друг с другом. И это одна из причин, почему в 36 лет, оборачиваясь назад, он даже может и не вспомнить хотя бы одну женщину в своей жизни, потому что может быть и не было. Вы же все равно сейчас никого не любите. Так чем я хуже других? Беспощадные слова своим позиционным преимуществом Вениамин считает не какие-то свои качества внутренние достижения победы, уверенность в себе, самообладание, победы реальные в жизни. Он своим позиционным преимуществом в этом торге считает, что но все равно Ольга сейчас одинокая, никого не любит, а чем я хуже? То есть смотрите, какое у него отношение здесь к себе и к Оле, что она из жалости должна его взять себе в свою квартиру, своим мужем, а разве может он демонстрировать иные ролевые модели и иное мышление, если с мамочки все впитывал в себя жадно и других поведенческих моделей и моделей мышления и отношения к себе и не наблюдал вовсе, какую же жалость он к себе вызывает. Так вы бы и поселиться у меня хотели? Ну? Одна-то мамочка уже стареет, поэтому нужно заменить ее другой. И здесь мы можем повстречаться с одной из причин, почему жизнь Оли именно такая, как она живет. Она не может сказать точно нет, она не может точно и четко сказать да. Она обнадеживает и создает подразумеваемые соглашения в своей жизни. Никакой точности и конкретики. Да, совсем скоро она позвонит Вениамину после того, как поссорится с Вадимом. Но сейчас в ее картине мира она готова сказать точно нет Вениамину, потому что он ей совсем не интересен. Но она не говорит нет, она не говорит да. Она смещает его фокус внимания, точно так же, как ее фокус внимания совсем недавно смещал Вадима. Обмануть можно только того, кто обманываться рад, а обманываться рад тот, кто сам любит обманывать других людей и обводить их вокруг пальца. Поэтому здесь она не дает конкретики, она дает подразумеваемые соглашения, хотя сама уверена внутри себя, что точно нет Вениамину, и она ему позвонит чуть позже, все-таки Вениамину позвонит, но после ссоры с Вадимом, а сейчас эта ссора у них еще не произошла, и целиком и полностью Оля верит в то, что с Вадимом у нее будет все хорошо. Поэтому здесь она не говорит нет, что тоже является явным знаком, а почему Оля до этого разбитого корыта и долетела, потому что создает подразумеваемые соглашения и обнадеживает, вместо того, чтобы точно и уверенно сказать, Вениамин, не рассчитывай на это, не трать на это время, я точно не та женщина, с которой ты можешь быть вместе, с которой ты будешь счастлив, это точно не тот вариант, не трать время, все счастливо, до свидания. Нет, она так не говорит, она говорит, ну наверное вам идти на работу пора, как бы оставляет надежду, что Вениамину может быть повезет, и он свяжется с ней, и они будут жить вместе, это очень опасный путь, вешать подразумеваемые соглашения и обнадеживать других людей, нельзя так делать. Ну если слова не покажутся вам полным бредом, ну если слова не покажутся вам полным бредом, если ваш собеседник делает такую подводочку, то дальше можете его не слушать, так этого достаточно, то что собирался сказать дальше, можешь не говорить, это такая манипуляция, то есть он заранее стелит солому там, где может повстречать сопротивление, так ты прямо говоришь, то к чему. И сейчас тоже будет красноречивый момент, он не только вызывает жалость к себе Вениамин, но он еще говорит Оле, что если что, то ты будь спокойна, и тебе повезет, что хотя бы я смогу утешить тебя в твоей старости, и ты мне еще спасибо скажешь. Если вам когда-нибудь станет совсем плохо, ну вспомните, как он сказал, Оля, давайте жить вместе, и вы позвоните мне и скажите да, просто да. Он сейчас демонстрирует те же самые слова и то же самое отношение к Оле, которые скорее всего демонстрирует его мама по отношению к нему на протяжении всей его жизни. Тебе будет плохо, ты без меня не справишься, я единственная твоя надежда и опора, ты мне должен еще спасибо сказать, с одной стороны и с другой стороны вызов жалости к себе, но смотри, как я ради тебя стараюсь, я же все это ради тебя делаю, и как и здесь, Вениамин способен функционировать в одном из двух форматов, либо он жалость к себе вызывает, что он такой бедняжка, с мамой один живет, и любви так и не повстречал, а мечтает о семье, либо он играет с барского плеча, если что, будет тебе плохо, ты мне позвони и скажи да, а плохо тебе в любом случае будет без меня, опасный человек. Всего хорошего. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Вадим Михайлович. У Ольги и у Вадима еще и служебный роман «На работе познакомились», дополнительную перчинку придает им отношениям то, что на работе они скрываются и играют в эту интригу, лишь бы никто не заметил, что мы с тобою близки. Интересно, если бы их не объединял эта служебная составляющая их романа, они были бы друг другу интересны? То есть, видите, здесь ключевым в их взаимоотношениях являются не сами отношения, а то, что вокруг них находится. Следующий момент. Служебный роман обречен на провал, если хотя бы один из его участников состоит в текущих отношениях или замужем, или женат. Это путь в никуда. Здравствуй, малыш. Не боишься, вокруг услышат? А что ты делаешь в выходные? Сижу с Антошкой, а что? А нельзя его куда-нибудь деть? В картине мира этого Вадима ребенок является вещью. А нельзя ли эту вещь куда-нибудь деть, чтобы эта вещь нам не мешалась, в конце концов? Нельзя, у Лариски сережка заболела. И вот мы познакомились с одной из причин, почему Ольга заставляет себя в своем окружении иметь Ларису и потакать капризом последние. Потому что Лариса спасает Олю. Когда Оле необходимо, значит, разнообразие в своей жизни, она своего ребенка как вещь сдает Ларисе. А муж не может взять? Все-таки его ребенок. Этими словами Вадим подтверждает сказанное высшее, что для Вадима Оля это всего лишь средство. То есть он воспринимает ее сына как вещь и его интересует, лишь бы эта вещь не мешала ему пользоваться Олей как средством. И вопрос Оли здесь, что же ты заставляешь себя иметь такое отношение к себе? Ни капли самоуважения. Пользоваться людьми, эксплуатируя их слабости и даже их глупость это самое гиблое дело. Тот, кто так делает, никакой радости потом не получит. Да, может быть он деньги и заработает, эксплуатируя человеческую глупость и жадность и слабость их, но скорее всего такому человеку эти деньги пригодятся только на его лечение. Это тоже важно учитывать. Есть некая власть здесь у Вадима. Он наверняка отдает себе отчет в том, что Оля, будучи такой простой и простоватой девушкой, еще матерью одиночкой, надеется, что может быть Вадим ее приютит. Ее цепляет его уверенность, этот пиджак, его автомобиль, как он владеет собой, и за словом он в карман не полезет. Но так делать нельзя. Никогда не используйте людей в своих целях, не эксплуатируйте человеческую слабость, глупость и невежество. Что, в свою очередь, делает здесь Вадим? Мне жаль, здесь Олю, она действительно как муха запуталась в паутине паука. Надоело глядеть на часы, прятаться по углам. И он, будучи манипулятором, прекрасно знает, что так хочет услышать из его уст Оля. И именно это ей и говорит, чтобы заставить ее найти возможность на выходные отправиться вместе с Вадимом, чтобы у него был беспрепятственный доступ к ее телу. Он говорит, надоело прятаться и прочее, но жене своей скажет, что отправился в командировку. Вадим кукловод манипулятор. Когда встречает сопротивление в исполнении Оли, он ей наливает в уши мед, который она хочет от него слышать. Надоело мучить тебя и себя тоже. Ну, придумай что-нибудь с выходными. И снова прогрев здесь, когда он проговаривает то, что Оля так хочет слышать. Оля же надеется, что когда-нибудь у них будут отношения в открытую, и он ее в свои жены возьмет. Но этого не будет никогда. Если вы женщина или девушка и надеетесь извлечь мужчину из его семьи, перестаньте надеяться это сделать. Щипните себя посильнее за бедро. Отбросьте эту идею прочь. Не заклинайте себя на страдания на протяжении всей жизни в конце концов. Подумайте, что вы вообще делаете. Изучите другие варианты, займитесь собой и не тешьте себя иллюзиями. Не надо это путь в никуда. И так и здесь смотрите, он пробрасывает внушение здесь, что Оля так ему нужна и он не хочет заставлять ее страдать и себя страдать. И скоро можно играть в открытую. И потом команда придумай что-нибудь с выходными. Ведь на эти выходные Оля нужна ему как надувная кукла. А Оля не хочет быть только надувной куклой. Она рассчитывает на что-то другое, но не находит в себе силы, чтобы эту ясность в отношения привнести. И запомните, никакие тактические успехи не компенсируют стратегических промахов. Здесь гигантский стратегический промах. Это начинать отношения в служебном романе с женатым мужчиной. Это настолько стратегический промах, что любые тактические маневры это путь в никуда. И здесь может быть полезной следующая модель любви. Обратите внимание на этот треугольник. Здесь мы видим три вершины. Этот треугольник по-хорошему должен быть равносторонним, когда 100% энергии человека распределяется равномерно. И здесь видим мы и страсть, и близость, и обязательства. Страсть это сексуально-эротическая составляющая. Это касание, это когда в постели находятся оба или не только в постели. Она быстро приходит и может быстро уйти. Только полагаться на одну страсть не следует. Она иногда после трех лет взаимоотношений начинает утихать. Как много разводов после трех лет взаимоотношений, когда браки были построены только на одной страсти. Это важный ресурс, но полагаться только на него не следует. Это близость, близость, интимная близость. Здесь я имею ввиду создание доверительных отношений, чтобы с этим другим человеком и хотелось бы утром просыпаться, и видеть его, и уважаете вы его, и благодарны вы ему, и есть о чем вам разговаривать с ним. Это тоже важная составляющая. Если страсть это о том, как с другим человеком вместе спать, близость это как в радости с ним вместе просыпаться, а обязательство это как вместе друг над другом работать, и над внешним миром, и вместе сообща побеждать, и заботиться друг о друге, чтобы не было такого, что первая ссора, и супруг звонит своей бывшей. Первая ссора, и супруга звонит своему бывшему. Обязательства и соглашения это то, что мы вместе выбираем быть верными друг по отношению к другу. И давайте посмотрим же на взаимоотношения между Вадимом и Ольгой. Там есть страсть у Вадима по отношению к ней. Он ее хочет, но там нет близости и там нет обязательств. Они в скрытую играют, поэтому ни о каких трех компонентах любви здесь не может быть и речи. Это временное увлечение для него. Их взаимоотношения построены вокруг страсти. Ни о какой близости нет и речи. Они не способны друг с другом разговаривать. Они ищут повод друг друга не видеть и поскорее попрощаться, как только выпрыгнули у них отсутствуют, потому что они в скрытую играют втихаря, лишь бы их не заметили. Обязательства и соглашения здесь это когда в открытую, когда честно, без утаиваний, все честно как есть. Поэтому важно учитывать эти три компонента здесь. Гармоничные отношения это те, где каждый из трех данных компонентов удовлетворяется и развивается каждым в паре и вместе. И то, что отношения Вадима и Ольги обречены, понятно, потому что в этом треугольнике у них нет ни близости, ни обязательств друг перед другом. После того, как Вадим проговорил команду Оли, что она должна освободить себя от вещи своего сына, чтобы у Вадима был доступ к ее телу и он себя развлекал там на свежем воздухе, он еще после этого добавляет не сделаешь так украду, как бы дает возможность Оле почувствовать свою исключительность, то есть говорит ей то, что она так хочет услышать, вот он какой манипулятор, полезно остерегаться. Если бы он был бы вакантный, свободный, молодой человек, который завершил прошлые взаимоотношения, то в таком случае Оля не была бы ему интересной, а если была бы интересной, то это была бы совсем другая песня. Мы совсем скоро узнаем, что Вадим находится в браке со своей супругой на протяжении 20 лет. Как вы думаете, много ли таких Олей, если использовать ее имя как нарицательное, было в его жизни? Много. И о них его супруга знала. Совсем скоро мы об этом узнаем в телефонном разговоре между Олиным молчанием и словами супруги Вадима. Прекрасная игра здесь Елены Сафоновой, где она показывает взглядом своим одним свою уязвимость и желание и страхи, которыми Вадим пользуется. Баба Соня, руки вверх. Это за все это забота. Ах, Антон Филиппович, неблагодарный вы дрянь, молодой человек. Весь папу. Оля отводит на выходные своего сына маме своего бывшего мужа. И очень красноречива фраза «Неблагодарная ты сволочь весть в папу». То есть и сына своего считает его мама неблагодарной сволочью. Но тогда ему ничего не остается другого, как давать подтверждение ее активным ожиданиям. Куда бежишь? В командировку. На выходные. Как трогательно. И здесь, взяв все взаймы, они будут имитировать семейную идиллию. Можно купить, взяв взаймы, кровать, но не сон. Симуляцию семейной жизни, но крайне ограниченное время, на протяжении одних, а может быть двух суток, мы здесь будем наблюдать в пространстве, которое было взято взаймы. взаймы, взаймы. Чем-то так. Видимо, вызывая чувство вины в своих Олях, которых он приглашал в свою жизнь на протяжении своего 20-летнего брака, ему удавалось их таким образом дрессировать, чтобы границы, обозначенные для них, они не переходили. Если бы у Оли было бы самоуважение и она бы не смаковала от этих страданий и от того, что ее воспринимают как грязь и просто как мясо, она бы сразу перестала бы взаимодействовать с Вадимом. И помните, нельзя взаимодействовать в сексуальном плане, строить отношения с женатым человеком. Табу, запрет на это никогда, ни в коем случае. Если у этого женатого человека в голове вместо мозгов сено, и он прямо очень настаивает на этом и, в принципе, кажется очень перспективный женишок, то не ведитесь на эту дичь. Ни в коем случае нет. Табу, запрет. Но, к сожалению, Оля смакует этими страданиями точно так же, как Вале нравится, когда она показывала с гордостью, смотрите, какие ссадины нанес мне мой Саша. Что я такого сказала? Мы же договорились. Почему, почему? Почему, почему? Ведь все так просто, если люди любят друг друга. Если люди любят друг друга, то действительно все просто. И такого рода проблем и недопонимания у них нет. Но для появления любви необходимо соблюдать следующие условия. Чтобы во взаимоотношениях и страсть была, и близость была, и обязательства были. А в данном случае, учитывая, что отношения Оли и Вадима построены исключительно на страсти Вадима к Оле, и на надеждах Оли о светлом будущем, то ни о какой любви не может быть и речи. Малыш. Я не малыш, мне 30 лет. Ну почему? Я не малыш, ну почему? Ну потому. Обратите внимание на то, насколько у них глубоким является недопонимание друг друга. Насколько они не могут находиться в одном помещении вместе. После того, как Вадим слил свои баллоны, он наверняка сейчас думает, как же я хочу исчезнуть отсюда. Когда они встречаются со своими интригами в городских условиях, он напяливает свои тапки, обнадеживает Олю и исчезает. А здесь он наверняка подумал, все, в следующий раз не буду такие вылазки делать, а то утомила и разговаривать с ней не хочу. Еще и вопросы неприличные задает, на которые я не хочу отвечать. Это важно учитывать, понимаете? То есть они пребывают в иллюзии, что когда у них отношения будут в открытую, им будет так хорошо друг с другом, и, наконец, они будут жить счастливо. Но нет, если они будут друг с другом больше двух часов в неделю, например, или больше двух часов двух раз в неделю, как они привыкли, да, встречаться, а как у них формировалась система их взаимоотношений, то это превращается в то, что повод для ссоры они всегда найдут. Люди могут десятилетиями кружить служебные романы и надеяться на то, что когда они станут друг с другом вместе и будут отдаваться друг другу без остатка, и когда не будет этих внешних препятствий, которые мешают им по-настоящему друг друга любить, а потом раз, и они оказались вместе и разбегаются через неделю, потому что понимают, что на самом деле они уже друг друга ненавидят. И дефицит совместного времяпрепровождения — это был обязательный элемент системы их взаимоотношений. Что потому? А что, черт возьми, почему? Посиди немного, я ключи отдам от дачи. Я сначала удивился, когда впервые смотрел этот фильм, какой он смелый. Действительно, у него серьезные намерения касательно Оли. Неужели отправляется он вместе с ней на свою семейную дачу? А потом здесь, когда он ей говорит прекрасная деталь, очень важная. Посиди, пожалуйста, я ключи отдам от дачи. Красноречивый знак. Если бы у него и была бы своя дача, семейная дача, например, он бы никогда туда бы с Олей не отправился. Никогда. Мне вот этот ход тоже очень понравился. Смотрите, это как метафора. Оля выбегает из машины в надежде поймать такси и уехать отсюда. Такси не останавливается, и Оля возвращается в машину, потому что для нее привычное, предсказуемое страдание – это всегда комфортнее, чем непредсказуемое, непривычное счастье. И вот Оля вернулась в машину к Вадиму. Оля, отчаявшись, позвонила Вениамину. Во-первых, это абсолютно нормально, что ребенок не хочет на пятидневку в детский сад. Пятидневка в детском саду – это значит с проживанием там на протяжении пяти дней. Он и делает известным свои ощущения и сопротивление, что он не хочет. Он хочет дома ночевать и домой вернуться. Но здесь вот что является красноречивым, где в сердцах проговаривает Оля – не ребенок, а наказание. Представьте, какое сильное это безусловный пинок и внушение запрета жить. Это же то же самое, что «я жалею, что ты есть, мне жаль, что ты родился, лучше бы ты подох, как я тебя ненавижу, не ребенок, а наказание, всю жизнь мне испортил». Вот именно такого рода пинки и родительские предписания с запретом жить, они в дальнейшем не могут не дать соответствующие плоды в виде самоубийства, замедленного или быстрого. Я не хочу на пятидневку. Собирайся, не выводи мальчик из себя. И здесь важный момент в том, что и Оля – это точно такой же ребенок, как и Антон. Просто тело у нее постарше, но функционирует оно в возрасте от 0 до 6 лет. Все хорошо? Но все равно ты прекрасный хозяйка. Волшебный будет жизнь. У меня есть тост. Налью. Здесь, кстати, можно увидеть функцию алкоголя. Зачастую люди, собравшись вместе, испытывают боль из-за образовавшегося вакуума. Им настолько не о чем говорить, а то, о чем они говорить могут, выглядит для них самих неким посмешищем. И поэтому, чтобы немножко стать потупее, можно свою кровь сгущать алкохой, и тогда все кажется не таким грустным. Каким грустным? Это кажется втрезвою. Когда люди неинтересны ни самому себе, и другие люди для них тоже неинтересны, их хотя бы тогда спасает алкоголь. Ты что? Ну ты правда решила? Вместе. Навсегда. А то, понимаешь, я же раньше женщинам предлагал такого рода предложения, и все отшивали меня куда подальше. И я был рад тому, что они отшивали меня. Зато у меня было всегда оправдание перед маменькой, что я совершаю шаги в направлении работы над своей личной жизнью. А тут вот незадача. Не повезло мне, Оля, встретить тебя, а ты взяла и согласилась. И я оказался перед животным страхом. Так близко к тебе и к женскому телу вообще, я никогда раньше не был, и ищу жадно повод отсюда убежать и исчезнуть. И совсем скоро, Оля, когда ты ляжешь спать, я сбегу отсюда, сверкая своими пятками. Потому что это такой стресс для меня, пребывать лицом к лицу наедине с женщиной. Вот к чему приводит жизнь с матерью до 36 лет. И здесь можно наблюдать, как одним некомфортом из-за отсутствия личной жизни Вениамин спасает себя от большего некомфорта, когда эта личная жизнь у него начнет появляться. Ты ведь сама сказала до утра. Таким образом закрыл за собою дверь и сбежал Вениамин. Ей-богу, маменькин сынок. То есть, важный очень момент. Хотя бы разбудил здесь Олю. Хотя бы выразил ей благодарность за то, что она поляну накрыла из-за внимания. И с благодарностью бы попрощался с ней, сказав, что понял, что это действительно путь в никуда, дорогая Оля. Сделала бы известными свои намерения. Но нет, действует из-под тяжка, в страхе. Потому что сыночек еще, тоже ребенок, в теле уже стареющем. И самое печальное в том заключается, что Вадим является точно таким же сынком, как и Вениамин. Но, к сожалению, манипуляции Вадима делают Олю зависимой от него. И она сидит на Вадиме, как на наркотике. И даже дальше, когда она будет уже дружить и пытаться строить отношения с Гербертом, она будет использовать Герберта, чтобы попытаться насолить Вадиму. Типа, смотри, какой у меня ухажер. Ты понимаешь теперь, что какая ягодка тебе не досталась и достала ему? И автомобиль у него круче. А это сразу говорит о том, что Герберт является временным. И он ей будет абсолютно неинтересным, когда рядом не будет Вадима, которому она этим Гербертом будет думать, что солит на рану. Этот кадр о том, как много у него таких Олей и было, и будет, и есть. И, может быть, и сейчас параллельно не с одной Олей он проводит свое время. А что случилось? Прирюновал он ее. От тела, видите ли? Здесь мы наблюдаем Валю с фингалом под глазом, который она получила, к сожалению, от Александра. Помните, да? Историю с теми ссадинами, которые переросли уже в фингал. Я ему честно говорю, была на дне рождения. И сейчас можно смело наблюдать переключение по треугольнику. Валя здесь жертва, Александр преследователь, а Лариса и Оля это спасатели, подруги, которые сейчас будут ее утешать. Но ничего, совсем скоро произойдет переключение по ролям. Важная идея следующая. Каждый из участников треугольника делает все для того, чтобы этот треугольник продолжался, и не делает ничего, чтобы этот треугольник завершить. Они все благодарят друг друга за возможность быть вовлеченными, упорядочивать таким образом свое время, заполняя вакуум хотя бы таким событием, получать свои эмоции, привычные для них, и самое главное, подтверждение своим убеждениям находить. Ведь обратите внимание, наличие этого фонаря под глазом у Вали, как много выигрышей дает для Ларисы. Она здесь выдыхает и думает, «Правильно я считаю всех мужиков козлами и тиранами». Он меня спрашивает, «Танцевала я?» Говорю, «Ну подумаешь, всего два раза с одним мальчиком». Здесь можно услышать предысторию этого фонаря под глазом. «А он тебя промажал?» Я говорю, «Да, до троллейбусных стану». Нет ни одного оправдания рукоприкладству. И в то же время, обратите внимание, здесь вот на что. Как Валя искушала ревностью своего Александра, чтобы он, утратив контроль над собой, начал вести себя как животное. И провожал меня тот молодой человек. И танцевали мы с ним два раза. Не надо искушать других людей тем, что они не способны вынести. И, к сожалению, скорее всего, Вале не будет интересен мужчина, который не будет её бить. Это как выигрыш для неё, учитывая, как она хвасталась ссадинами на шее, восхищаясь тем, какой Александр зверь, как он себя не контролирует, что даже синяки на шее оставил. «Да бросай ты его! Всё равно, как спортсмен, он не получился». Всё равно, как спортсмен, он не получился. То есть, смотрите, здесь любовь в картине «Мира Ларисы» это эквивалент товара и услуг, которую необходимо выставлять на продажу и мыслить в категориях, выгодная эта сделка или нет. Использование мужчины как средство, потребительское отношение к нему. Неудивительно, что рядом с Ларисой никого нет. Видимо, сбежал когда-то. А сына её жаль. Чисто по-человечески. Большая работа над собой его ждёт, чтобы не воспринимать других людей как средство и строить счастливую свою жизнь. И вообще, он столько всего пережил. И здесь начинает защищать своего жениха Валя. Обратите внимание, как она пытается его сейчас выгораживать. Это он бедняжка. Он столько всего пережил. Наглядный пример созависимых отношений с алкоголиком, например. И это очень важная тема, что алкоголиком является здесь не жених. Алкоголиком является вся эта семейная система. Даже если жених начнёт здесь переставать пить, Валя сделает всё для того, чтобы его соблазнить алкоголем. Типа, да ладно, ты же уже всё равно два месяца не пьёшь. Давай я тебе налью две рюмки. Ничего страшного не случится. И поэтому у него такой характер. Вот человек... Валюшка, у тебя? Ты что, с ума сошёл? Я давно уже сплю. Лариса не говорит здесь, я давно уже сплю. Или она не игнорирует этот звонок в дверь. Она идёт к двери и начинает провоцировать ещё сильнее того Александра, который и так наверняка давно уже не трезвый. Ты что, с ума сошёл? Я давно уже сплю. Поёт она, между тем намекая, что, конечно, Валя здесь, а где же она ещё? От где она? Ну, откуда я знаю? Ты что, дурак, что ли? Во-первых, провоцирование здесь налицо. А во-вторых, Александр действительно дурак, раз оказался в такой ситуации. В конце концов, ни капли уважения к себе. Умно решает проблемы, которые мудрый не создаёт. Но в отношении Александра здесь ни ума, ни мудрости. Короче, серпентариум всех друг друга стоит. Ты не открываешь, а я ломаю дверь. Он правда сломает дверь? У вас кончились с ней всяческие отношения. А ты дура, если к нему выйдешь, ты поняла? Это понятно? Вот и всё. У меня ребёнок спит! Вот такие травмы, в том числе полученные в детстве, из-за того, что у родителей, или в данном случае у матери-одиночки, в голове вместо мозгов кисель и ненависть, и порождаются психологические травмы у малыша, в дальнейшем заклинающие его или на кропотливую и долгосрочную работу над собой, или на несчастливую жизнь. Лариса прикрывается тем, что у неё ребёнок спит, хотя орёт громче, чем удары по двери, сама провоцируя ещё сильнее Александра, устроив эту заваруху здесь в том числе. Играя в спасателя, типа знает, как правильно, и эксперта в отношениях, обучая Валентину, как жить. Но несчастливый человек не может научить счастью никогда. Оля звонит Герберту, чтобы пригласить его на помощь. Он приедет. К этому моменту уже Валя и Саша будут ворковать, как голубки, кончив после этого конфликта. А Оля и Герберт будут плавно сближаться. Но это тоже союз обречён. Сашенька, ты ушибся, Саша. Ответь мне, Сашенька. Да доведи ты своего мужика, им и командуй! Сейчас происходит переключение. Если до настоящего момента Саша был преследователем, Валя была жертвой, а её подруги были спасателями, то сейчас происходит переключение. Саша, сломав свою ключицу об дверь, пытаясь её выломать, становится жертвой и лежит там на площадке, изнемогая от боли. Валя выходит из этой квартиры, начинает его ласкать и пытается залезать его раны и превращается в спасателя. А подруги Вали становятся преследователями. Таким образом, переключение треугольника произошло. Каждый получил своё. Это лишь вопрос времени, что настанет утро, и снова переключение треугольника произойдёт. Например, Валя начнёт быть жертвой, показывая, какой у неё синяк под глазами и как ей плохо. В спасателя начнёт превращаться Саша, извиняясь перед ней, что он не хотел и погорячился, и не мог управлять собой, когда ревность его охватила. А тот ухажёр станет преследователем. И Валя будет жаловаться Саше, какой тот ухажёр плохой, что заставил меня с ним танцевать два раза. И я ничего не могла поделать, но позволила ему себя провожать. И такой ад в их жизни может продолжаться на протяжении всей их жизни и кочевать из поколения в поколение и далее, и далее, пока хотя бы кто-нибудь в этой цепочке не включит свою голову. Саша, больно очень, Саша. Ну скажи, ну всё ведь хорошо будет. Только понимаешь, Герберт, ничего у нас с тобой не получится. Мне же необходимо страдать, плакать, думать, что жизнь ко мне несправедлива, обвинять всё вокруг, переживать, плакать по ночам, злиться, что светильник не работает. А ты, гад, такой светильник починил. Не надо было чинить светильник, потому что неработающий светильник это такой же необходимый элемент моей жизни, как системы, как мои плачи по ночам и злоба на всё вокруг и бессилие, которое меня окружает, Герберт. Ты, конечно, позвони, но ничего у нас с тобой не получится, потому что ты прошлые отношения завершил и не будешь создавать мне причины для нервотрёпки, потому что ты меня не обесцениваешь и относишься ко мне трепетно и с уважением, а это для меня пресновато. Я привыкла к такому отношению ко мне, как к мусору и к ничтожеству. Поэтому, Герберт, ты, конечно, можешь мне позвонить, но это всё равно путь в никуда. И мне жаль, что ты сейчас зафиксирован на мне, потому что всё равно ничего у нас не получится. И чем более громко я буду пытаться тебе об этом сказать, тем сильнее ты будешь ко мне привязываться. Такой искренний и простой человек. Я позвоню? Конечно, звоните. Виды нашего прекрасного города Санкт-Петербурга. Если присмотреться, то там вдали можно увидеть Казанский собор. И, кстати, если ещё присмотреться, то когда-то у меня кабинет был прямо здесь, на Невском проспекте. С вами, кстати, Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Да, на протяжении двух лет у меня был кабинет по адресу Невский проспект, дом 22-24. А потом я решил переехать поближе к дому, чтобы меньше времени уходило на дорогу. И это недалеко от центра. Очень удобное место. Имейте в виду, что я веду курс развития стратегического мышления, который протекает в очном и в долгосрочном формате в Санкт-Петербурге и в Москве. По поводу возможности обучения на курсе, смело пишите мне в личные сообщения. Мои контакты легко найти. Я предоставлю вам подробную информацию о том, когда берут своё начало ближайшие группы. Кроме того, имейте возможность взаимодействия со мной в индивидуальном формате для решения ваших личных и профессиональных задач. Стратегическое мышление – это о том, как думать долгосрочно и действовать точно. И широкая библиотека учебных материалов в открытом доступе ожидает вашего внимания, мой дорогой зритель. У меня на сайте или в социальных сетях тоже смело имейте в виду такую возможность. Ну что, а мы плавно продолжаем двигаться дальше. Здравствуй, Оля. Совсем забыл о старых друзей. Это как понимать? Нет, не забыла, Вадим. Даже вот с Гербертом начала встречаться, чтобы заставить тебя таким образом меня приревновать. И кроме того, я решила с ним встретиться, чтобы он забрал меня с работы именно примерно в то время, когда ты выходишь со своей работы. Чтобы ты точно увидел, что вот у меня появился Герберт, который на автомобиле ещё покруче твоего, встречает меня с работы. Именно чтобы ты это увидел. Поэтому я тебя не забыла, Вадим. У нас всё ещё продолжается. Наши рваные взаимоотношения и встречи выходного дня, где я в формате твоей любовницы, которая надеется на будущее, и ты тот, который меня обнадёживает несбыточными мечтами, мы продолжаем с тобою взаимодействовать. Смотри сейчас, какой молодой человек меня встретит с работой. Понял, да? Поэтому я тебя не забыла, Вадим. У нас всё продолжается. Я, Вадим, замуж выхожу. На зло тебе, хотя никуда я не выхожу. Я использую эту информацию для того, чтобы таким образом заставить тебя за мною побегать. И чтобы ты понял, что я могу быть счастлива и без тебя. Но такого рода риторика говорит о том, что ещё привязана к Вадиму Оля. Потому что, когда человек спокоен, счастлив и ему комфортно, он не заставляет себя никому ничего доказывать. Ну что тебе ещё что? Меня подвезут. По старой поймите. Понял, да, какой Мерседес меня встречает с работы? Не то, что твои Жигули. Имейте в виду, мой уважаемый зритель, если вас используют, чтобы показать бывшему или бывшей, как ваш нынешний сейчас счастлив, сразу же активно делают фотографии с вами и много-много сердечек под этими фотографиями публикуют, чтобы все видели, каким счастливым стал тот человек, с которым вы сейчас начали встречаться, то, пожалуйста, немножко протрезветь будет полезным. Вас используют как средство, чтобы насолить бывшему или бывшей. И вы здесь временный персонаж. У них ещё брачный танец продолжается. Любые отношения, которые построены на зло кому бы то ни было, они обречены и ведут к разбитому корыту со скоростью света. Это, короче, бомба замедленного действия. Это во-первых. И во-вторых, Герберт хорошо проводит время с Антоном. И, видимо, Антону тоже это нравится. Он совсем скоро будет ждать. Но когда же Герберт приедет? Наконец, Антон обрёл здесь как бы друга и товарища себе. Но, конечно, это не нравится Оле. Ей же больше нравится, когда воспринимают её сына как вещь. Это лучше гораздо. И думают о том, куда бы его спихнуть. А когда с уважением к её сыну, это не нравится тоже. Сейчас будет настолько плотный посев внушений, что ты должна сказать ему нет. А если ты скажешь ему да, ты будешь об этом жалеть всю жизнь. Неужели тебе не стыдно расстаться с нами, твоими подругами? Ты не должна быть счастливой. Ты должна страдать точно так же, как и я страдаю. Поняла, Оля? И обратите внимание сейчас, насколько невербально будут внушаться и проговариваться внушения, о которых я сказал выше. Но ртом будет говорить Лариса. Да, конечно, да. Да, выходи за него замуж. Да, да, и будь счастливой. Да, пожалуйста, делай это. Потому что у любого сообщения всегда как минимум два слоя. То, что можно услышать ухом, внешний уровень. И то, что вонзается вплоть бессознательного. Внутренний уровень. Скрытый ей. И послание на скрытом уровне в исполнении Ларисы будет точно наоборот, чем послание на внешнем уровне у нее. Ну какой может быть ответ? Ну конечно да. Ну какой может быть ответ? Ну конечно да. Да, выходи. Конечно выходи. Да, конечно. Какой может быть ответ? Да, выходи. Конечно. И у нее для этого есть. И опыт, и ум. И даже ребенок готовый. Пожалуйста, не надо пеленок стирать. Кто хочет обесценить другого человека, тот всегда повод для этого найдет. Какие выгоды у Ларисы? Конечно, у нее будет рушиться мир, если хотя бы один человек в ее окружении станет счастливым и начнет налаживать свою личную жизнь. Чем больше разбитых сердец в окружении Ларисы, тем ей спокойнее, и она сама является соучастницей преступлений, в результате которых эти сердца разбиваются. Кто хочет обесценить, тот всегда повод для этого найдет. И смотрите, как она обесценивает Герберта. Мол, это не плюс, что вот он решил мать-одиночку с ее сыном себе под заботу взять, а это минус, типа он такой, значит, гнилой, на готовенькое все пошел, и пусть он тебе спасибо скажет. И вот таким образом она внушает в Олю, что ее решение выходить замуж за Герберта, это неправильное решение, это делать не надо. И как здорово здесь оператор берет крупным планом в анфас здесь прямо лицо Ларисы, чтобы показывать ее глубину воздействия, как она своими внушениями вонзается в нежную плоть бессознательного Оли. То есть смотрите, она думает здесь, до чего бы докопаться, как бы обесценить Герберта, чтобы Оля точно никуда не делась. Ага, докопаюсь я до того, что Герберт на готовенькое все хочет, на готовенькое. Малыш уже взрослый, стирать пеленки ему не придется. Ты красивая, за собой следишь, вот у него все готовенькое. Чувствуете это обесценивание между строк? Если вы с таким встречаетесь, то знайте. Скорее всего, у вас меньше опыта этому продевать действовать, чем у этого манипулятора такого рода приемы использовать. Поэтому самое лучшее, это просто не находиться рядом. И чем меньше таких Ларис в окружении вашем, тем спокойнее и счастливее будете жить. И вагон, вагон любви нерастраченной. Это у тебя, Оленька, и вагон, и вагон любви нерастраченной. И этот смешок, вот этот смешок, тоже крайне красноречив. И вагон любви нерастраченной. Это что значит Герберту? Как повезло. Все это готовенькое он получит. Да кто он такой? Да, выходи замуж. Пожалуйста, выходи. Да, да, выходи. Конечно, это же идеальный вариант. Только как ему повезло с тобой. Все готовенькое. Понимаете, да, как между строк внушается, что не выходи, страдай, будь рядом и будь от меня зависимый. Вот такой ужас здесь можно наблюдать. А выглядят словно благие намерения, которыми порождается дорога в самый настоящий ад, которым становится жизнь человеческая. И еще важный момент. Может быть, для этого Лариса и пришла на эту выставку, на это мероприятие. Отгул на работе взяла. Конечно, боится, что Оля соскочит с ее крюков. Мне жаль искренно Олю, которая вместе с сыном своим болтается в паутине, которую для нее сплели манипуляторы Вадим и Лариса. И у Оли недостаточно стального кулака в бархатной перчатке, точности, мудрости и решимости, чтобы из этой плети и сетки и паутины манипуляции себя извлечь. Именно в том числе поэтому и этот разбор и ему быть. Только это, конечно, все в замороженном виде. Только это, конечно, все в замороженном виде. И ты, вишня, зимой. Если до этого момента она обесценивала Герберта, то теперь она обесценивает Олю, если Оля решит выйти за него замуж. Мол, у тебя все только хуже будет и страдать ты будешь с ним, внушается между строк. А на поверхности, да, конечно, выходи, он настоящий мужик. Как в магазине «Вишня зимой». Так что, знаешь что, выходи за Герберта и не раздумывай. А то, что мы с тобой про женскую самостоятельность говорили, наплюй и забудь. А то, что мы с тобой про женскую самостоятельность говорили, наплюй и забудь. Вообще об этой самостоятельности свободной и независимой мать-одиночке говорила именно Лариса, это важно учитывать здесь. Она говорила и заставляла всех вокруг говорить то же, что и она. Но здесь она говорит «Мы с тобой говорили». А во-вторых, для чего эта фраза в завершении здесь? Она таким образом заметает следы. Мол, ну я же тебе говорила, выходи. Чего ж ты решила не выходить? Вот дура. Потому что она знает, Лариса, прекрасно, что Оля никуда не уедет. И чуть позже она даже наверняка может и сама свяжется с Вадимом и будет Вадиму внушать. Твоя любовь настоящая уходит, будешь всю жизнь жалеть об этом. Вот по такой дороге, вот туда они поехали. Лариса-то будет знать, куда они поехали, и Вадим узнает. То есть и Вадим таким образом отберет Олю и Антона у Герберта. И будет продолжаться такой же мир в жизни Оли, в котором она живет и сейчас, и последние два года, и последние 30 лет. Примерно одно и то же. День до ночь, сутки прочь. И последнюю фразу проговаривает Лариса. Это как безопасность для нее. Чтобы не было такого, что Оля будет ее обвинять, вернувшись. Это я тебя послушала. И тогда Лариса всегда может сказать. Эх, дура ты, я же тебе говорил, а надо было тебе замуж за Герберта выходить. Это важный момент. Насколько я понимаю, у этого фильма есть продолжение и вторая часть и прочее. Они меня не интересуют. Я считаю, именно это первая часть, цельное произведение, которое можно исследовать с точки зрения этих материй. Я отвечу тебе очень скоро, правда. Смотрите, какой взгляд у Оли хитрый, интригующий. Как будто собирается какую-то хитрость произвести. И да, в действительности, звонит она сейчас Вадиму, чтобы сказать ему, радуясь. А я замуж выхожу, а завтра я уезжаю. Но вот незадача. Трубку берет его супруга Вадима. Алло? И вся хитрость оболомалась. Я догадалась, что это вы. А Вадима нет. Значит, вы любите Вадима. Я ведь его не держу. Просто мы 23 года вместе. Супруга Вадима прекрасно знает, что он регулярно ходит налево. 23 года они вместе, на протяжении которых, наверное, все 23 года это и продолжалось. И поэтому рассказы Вадима о том, что он не хочет ранить свою супругу, что она ранимая не поймет, что она еще к этому не готова, чтобы мы расстались. Это такой обман. И здесь, даже понимая это, все равно Оля будет надеяться на то, что Вадим к ней вернется, и она вернется к нему. Скоро Герберт Мартинович приедет? Когда у пруда без труда зацветет резидент? Антон задает вполне себе осмысленный вопрос. Смотрит в окно и ожидает, когда же Герберт приедет. То есть он тренирует свое взрослое эго-состояние, задает вопросы, намереваясь получить конкретный ответ. Но Оля здесь ампутирует возможность взрослого как эго-состояния у Антона развиваться. Она не отвечает на вопрос, вместо того, чтобы сказать «в течение часа», потому что мы договорились на 14.00. Сейчас один час дня, поэтому через час Герберт должен приехать, Антон. Либо «я не знаю, во сколько он приедет, но примерно в это время». Посмотри на часы и можешь ожидать дальше. Вместо этого какую-то дичь несет здесь ругательного характера Оля, рассказывая какую-то поговорку, демонстрируя тем самым отношение к сыну как к дебилу. Не приставать ко мне с глупыми вопросами. Ты что, с этой сумкой поедешь? И это что, все твои вещи, что ли? Валюшка, ты не расстраивайся, ты слушай. Конечно, у Валюши траур. Ей же будет не хватать Оли. Кому она будет ныть? Кто будет ее развлекать? Кто еще позволит им вговаривать в себя, как плохо жить на свете? Подругам Оли хорошо, когда у Оли все плохо. Если есть вероятность, что у Оли может стать хоть что-нибудь хорошо, то подруги ее начнут вертеться подобно змее на сковородке. Они будут ненавидеть Олю только лишь от одной мысли, что у Оли может быть все хорошо. Ты что молчишь? Алло! Алло! Позвонил Вадим. И смотрите, сейчас Оля положила трубку. Но может быть и Лариса, и Валя останутся в этой квартире. И сюда снова позвонит Вадим. И когда Оля отсюда уедет, Лариса скажет Вадиму, по какой дороге поехал Герберт, Антон и Оля. И будет еще внушать Вадиму, что если он сейчас Олю отпустит, он теперь не будет счастливым никогда. И никогда себе это не простит. И на этом импульсе он поедет за Гербертом и извлечет Олю и Антона из машины Герберта. Либо Вадим дозвонится до Ларисы, до ее дома, как-то узнав предварительно этот номер телефона. В общем, возможность себя догнать Оля оставляет. Одной половинкой своего мозга, можно сказать, здесь, или сердце выбираете, что вам комфортнее. Оля хочет избавиться от этого всего ада и открыть себя новой жизни. Но другой половинкой своего сердца все-таки привычные страдания. Она к ним так привыкла. Ей так комфортно в этом болоте. А там в новой жизни придется же время проводить лицом к лицу с другим мужчиной. А это же непонятно и страшно. И гораздо лучше быть здесь в одиночестве и плакать в подушку. Десять часов до Москвы по шоссе. Там подадим документы. Десять часов до Москвы по шоссе. Маленькие такие детали. На первый взгляд случайные, но в то же время это все зацепки, чтобы увеличивать вероятность того, чтобы Вадим ее догнал и избавил ее от перспективы жить нормально. А ты рано радуешься, сынок? Думает сейчас Оля может быть одним из слоев своего многослойного пирога бессознательного. Ты что думаешь? Будешь в нормальной семье расти? Ты думаешь, что у тебя сейчас Герберт появится, который будет о тебе заботиться? Нет, я буду бросать в тебя твои колготки, торопить тебя побыстрее в садик и стучать тебе в стену и кричать, давай просыпайся, оболтус. Поэтому рано радуешься. И вот Вадим Возбужденный героически спасает свою бедную принцессу от дракона Герберта. И он забирает ее из этого автомобиля в последнее мгновение до того, как они уехали слишком далеко. И Антонов вызволяет, которого воспринимает как вещь и которого может быть больше никогда и не увидит он. Как вы думаете, поменяется ли хоть что-нибудь во взаимоотношениях у Оли и Вадима? Ничего не поменяется. Все будет то же самое. Это привычное страдание для Оли и надежды. Она возвращается в это болото своих грез с радостью, в привычный же для себя мир. Потому что это счастье, оно не где-то вовне, оно внутри нас. И важно его тренировать внутри себя, чтобы быть способным увидеть его, когда будем на него смотреть. И оно вокруг нас в каждый момент времени. Мы не можем запретить другому человеку страдать. Он не начнет переставать это делать. Это у него выбор, как и здесь и Оля. Но с другой стороны, да, она, конечно, жертва манипулятивных сетей и не представляет своей жизни за пределами насилия в ее адрес в исполнении и Вадима, и Лариса. И плавно возвращается в привычный для себя кокон полный яда. По умолчанию, к чему человек привык, как он жил длительный период времени, это можно представить, все закрепляется в неком слепке. И в дальнейшем этот человек, вне зависимости от того, нравится это ему или нет, делает все для того, чтобы привычный уклад вещей поддерживать, испытывать привычные эмоции. Да и кроме того, если привычными эмоциями для Оли является эта несправедливость, обида, гнев и бессилие, можно сказать, то она испытывает эту гамму эмоций не в результате событий, каких бы то ни было. Она создает именно такие события, чтобы иметь возможность привычные эмоции испытывать. То есть, ее как бы нервная ткань привыкла к утолению своего голода именно таким рационом эмоций и чувств. И, конечно, бессознательная, мудрая дает себе отчет в том, что с Гербертом будет сложновато эту обиду выдавливать из него и из себя, и гнев, и злость, и это бессилие, и эти слезы в подушку по ночам будет сложновато. Поэтому лучше оставаться там, где точно верный вариант это все получить есть. Я как устала, я так заскучилась. Завтра же перевожу вещи. Слова не имеют никакого значения. Здесь завтра будет то же самое, что было последние два года. Прекрасная игра. Здесь актрисы, которая выражением своего лица показывает. Видимо, что она все это понимает, но иначе даже уже и не может. У меня даже пресловутой зубной щетки с собой нет. Это как повод побыстрее отсюда сбежать, потому что он уже пребывает в этом пространстве вместе с Олей больше обычного времени и жадно ищет повод как можно быстрее отсюда соскочить. Конечно, надо поговорить с женой. Я не прав? Прав? Фраза «Я не прав» это манипулятивная фраза, задача которой выдавить из собеседника слова «прав». То есть таким образом его продолжая дрессировать и показывая ему «Видишь, то, что я говорю, это правильно, поэтому не смей со мной спорить». Я не прав? Да, прав. Это шантаж, выламывание рук и индикатор того, что отношения построены на манипуляциях и эксплуатации. Мы так долго этого ждали. Но днем раньше, днем позже. Чем дольше человек чего-то ждет и чем сильнее он этого хочет, тем больше он будет создавать препятствий и на пути достижения этого и сопротивления в то же время, опасаясь получить то, что он так долго ждет и так сильно хочет. Ведь для него становится более сладким продолжать хотеть и ждать, чем получить. И зачастую блаженны в своем неведении люди, которые считают, что счастье в деньгах. Ведь если бы у них было бы много денег, они бы поняли, что в деньгах вообще не о счастье речь. Снова выламывание рук. С одной стороны, ты обиделась. Конечно, здесь у нее ответ, да, обиделась, ей не в пользу. И она обиделась, но она настолько опасается проговаривать свои внутренние переживания, ведь это повлечет за собою новую лавину наездов в свой адрес. И в то же время это то, к чему она так привыкла, и что ей так нравится, и то, что ей не мог предоставить Герберт. Когда вчера узнала, что ты уезжаешь, меня точно током шибануло. Как я без тебя? Спасибо. Такое послушное и адрессированное тело не хочется выпускать из своей колоды карт, и меня током шибануло. Как я без тебя? С одной стороны, и в то же время думает, какие бы комплименты выдавливать из себя, чтобы она перестала корчить из себя обиженную. Ну, хочешь, я останусь? Снова выламывание рук и шантаж. Если он останется, то будет делать такой вид, но я же остался, ты же меня попросила, я сделал именно то, что ты меня попросила. И конечно некуда Оле деваться, и она скажет, да нет, конечно, ладно, иди. Посмотрите, как они выдавливают из себя улыбки, чтобы уладить другого, и наконец бы другой отстал. Насколько для них это привычно, и насколько они не готовы к другой жизни. И давайте снова вернемся к этому треугольнику. Есть ли в этих отношениях обязательства и соглашения здесь? То есть отношения между взрослыми людьми, договоренности и четкость, выраженность соглашения? Нет. Есть ли здесь близость, возможность быть честными друг с другом и проговаривать каждому, что он чувствует на самом деле? Нет. Здесь есть одни сплошные манипуляции. Здесь есть только страсть, и то кратковременная, и то, которая сразу уходит после того, как Вадим слил баллоны. И в то же время давайте посмотрим на этот треугольник во взаимоотношениях Оли и Герберта. Там то же самое. Там нет интимной близости, доверительных отношений, потому что Оля стеснялась говорить вслух, что Герберт ей не интересен, и он не дает ей возможности страдать. Там не было и страсти. Там была попытка удерживать себя формальным союзом на базе соглашений и обязательств, и тоже этот союз был обречен изначально. Но самый главный вопрос заключается не в другом, а во мне самом или во мне самой. А способен ли я, очень важно человеку самому задаваться вопросом, а способен ли я тренировать свою способность, тренировать свою страсть, тренировать создание доверительных отношений, быть честным с собой и с другим, и тренировать свою способность выдерживать соглашения и обязательства, которые я даю как человек, а не как животные. Способен ли, и что для этого я готов делать? Потому что в зависимости от того, каким таким треугольником становитесь вы, это словно с запахом распространяется по вашему окружению, подобное к подобному. Посмотрите на выражение ее лица и насколько выражение ее лица отличается от выражения ее лица, когда Вадим на нее смотрит или когда Вадим на нее не смотрит. Наличие этих масок это уже достаточный критерий того, что эти отношения идут в никуда. И даже зачастую не потому, что другой какой-то плохой, а потому, что перед Олей стоит гигантское количество задач, которые необходимо решать и над собой работать. Девочки! спорт и уверен вы по бандидам и в начале львы Много гипотез прозвучало выше. Сказка ложь, давний намек, добру молодцу урок. И я приглашаю вас подумать, а что плавно из своих проявлений вы начнете исключать. А что плавно в свои проявления вы выбираете добавить. Помните, ответственность это такая позиция в жизни человека, когда он считает себя причиной всех следствий в ней. И помнить об этом хотя бы один час в неделю может быть по-настоящему полезным. А о чем для вас этот фильм? И какой вы для себя важный урок извлечете? И в то же время делайте для меня известным. Пишите, пожалуйста, ваши открытия, комментарии, вашу обратную связь. Чем был для вас по-настоящему полезным этот урок, этот материал? Ваша обратная связь в том числе вдохновляет меня и дальше продолжать создавать такого рода учебные материалы. С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думать долгосрочно и действовать точно. Это то, о чем в том числе выше мы с вами говорили. А о чем для вас этот фильм и этот разбор? И помните, Оля это интересный персонаж. И в каждом из нас есть своего рода Оля в той или иной степени. Как важно жить в пространстве не подразумеваемых, а выраженных соглашений. Понимать, куда идет ваше время и быть честным и с собой, и с окружающими. Об этом для меня в том числе этот фильм и этот разбор. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч, мои дорогие зрители. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok